МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас на прямой связи Анна Русских. Анна, здравствуйте. Доброе утро. Как слышно? Слышно отлично, прекрасно, как всегда. Это все потому, что вы хорошо говорите, Анна. Научите говорить и других людей тоже. Сегодня у нас еще одна интересная тема, которую мы вместе с вами будем обсуждать. Назовите ее всем родителям, чтобы привлечь их внимание. Тема звучит у нас. Речевая среда дома. Вот, отлично. Я знаю, что мы сегодня будем из всей этой большой темы говорить о таком аспекте, как родительская речь. Как говорить правильно родителям, чтобы и ребенок у них тоже разговаривал, причем сделал это хорошо. Об этом? Об этом действительно сила в повседневности. То, что мы можем привить ребенку прямо, находясь с ним, живя вместе с ним, для того, чтобы не надо было ходить к логопеду. Будем обсуждать это. Для начала нужно проверить нашу с вами речь, как родителей. Я сейчас открою небольшой чек-лист, и основные моменты в нем есть. Посмотрите, пожалуйста, видно ли этот чек-лист? Да, видно. Да, отлично видно. Слушаем свою речь со стороны. Кстати, можно поучиться у ведущих ТВК. Как грамотно говорить. Первое. То, что должно быть в речи, вернее, не должно быть. Отсутствие запинок. Итерации они называются профессионально. Когда мы запинаемся на какой-то согласный звук, не можем слово говорить или еще что-то, это корректируется во взрослом возрасте. Полностью убрать достаточно сложно, но скорректировать можно. Научиться пользоваться своим артикуляционным аппаратом так, чтобы запинки вам не мешали. И здесь сказано о том, что родитель идеал. В каком смысле? В таком смысле, что для маленьких детей родитель идеал во всем. Он что-то наподобие Бога, которому надо подражать. И дети, сами того не замечая, может быть, даже не анализируя, берут эти привычки, те же самые запинки. Поэтому следить за ними нужно, гармонизировать свое дыхание. Меня видно, да, сейчас? Конечно. Да, да, да. И следить за своей речью, упражняться, делать упражнения, для того, чтобы запинки эти убрать. Речь должна быть плавной. Это основной критерий. Потому что прерывистая речь с запинками будет невротизировать маленьких детей, и они будут от нее напрягаться. И также вот этот невроз может передаться малышу. Должны быть в порядке звуки. Их тоже можно сделать. Там банально звук «р» поставить во взрослом возрасте. Это можно сделать как самостоятельно. У нас есть с вами сюжет. На эту тему можно открыть в группе ТВК. Посмотреть «Новое утро» этот сюжет. И научиться говорить звук «р», к примеру. Чтобы вы могли малышу показывать, как рычит тигр и так далее. Интонация должна быть. Модуляция голоса должна быть. У нас не должна быть монотонная речь. Иначе дети плохо различают смысл. Почему? Потому что интонацию они начинают усваивать еще внутриутробно. Интонация обладает смыслом различительной функцией. И без нее понять вот это «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», когда малыш еще не понимает речь, достаточно сложно. А интонацию малыш чувствует сразу. Доброжелательная, яркая, позитивная. Я думаю, понятно, о чем я говорю. Следующий момент – это, конечно же, темп. Следим за тем, чтобы чем младше ребенок, тем медленнее и разборчивее была наша речь. Слова чуть-чуть, немножечко, да, будет мелодично слитно звучать, но мы немножечко отделяем их друг от друга для того, чтобы малыш смог усвоить эти единицы языка, эти слова. А не так «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», все слитно, ничего не понятно. Речь должна быть адаптирована под возраст ребенка. Чем младше ребенок, тем проще грамматические конструкции. Для малышей, которые родились, только мы какие-то односложные предложения используем, короткие фразы, потом в два годика, когда малыши начинают говорить преимущественно фразой, должны общаться фразы там из двух слов, да, и мы говорим тоже коротенькими фразами «пойдем гулять», «дай пирамидку», но и распространяем тоже. О распространении, как это правильно делать, я сейчас скажу. Есть какие-то вопросы по этой части, может быть, что-то вам интересно о речи взрослых? Вот по последнему, по последнему пункту, есть же такой глобальный спор между родителями. Одни говорят, что нужно с ребенком общаться как со взрослым сразу, изначально, а другие говорят, что нет, ребенок это ребенок, с ним и посюсюкать можно. Вот эти сюсюканьи, они тоже сказываются на речи? Их можно или нельзя допускать? Сюсюканье – это самая распространенная ошибка взрослых. Если это иногда для выражения чувств ребенка, я, кстати, как логопед, я ничего не могла с собой поделать, когда у меня появилась моя малышка, я с ней немножечко сюсюкала, но это было не всегда. То есть я давала ей правильные речевые образцы, с речью все в порядке, но иногда можно так выразить свои чувства, потому что это прежде всего выражение чувств. Редко, метко по делу, а все остальные речевые образцы должны быть верными. Что касается говорить как со взрослым, есть такая точка зрения, но если перебарщивать и делать это со всеми маленькими детьми до трех лет, то ребенок просто не будет усваивать лексику и грамматику. Я уже приводила этот пример как-то в эфире, как у нас друзья общались со своим малышом, а они говорили ему, Роман, контролируй ситуацию в один год. Но они давали также, они молодцы, они давали также и правильные детские речевые образцы, поэтому с речью было нормально. Но вы сами подумайте, вникните, Роман, полное имя, ребенок может его не знать. Контролируй. Контролируй – это абстрактное понятие. Малыш в этом возрасте в один год он вообще не может понять, что такое контролируй. А ситуация, как вы объясните ситуацию? Если мы будем играть с вами в крокодила, вот в эту игру, где мы показываем жестами, само слово «ситуация» показать очень сложно. А то, что показать в крокодила сложно, значит, это сложно для маленького ребенка. Это абстрактное понятие. Давайте посмотрим шпаргалочку для родителей. Что нужно делать для того, чтобы речь формировать. Дорогие родители можно сфотографировать. И потом по ней пройтись еще раз. Комментировать свои действия необходимо вслух. Например, для более старшего возраста мы говорим, сегодня мы отправимся на автомойку. Это уже лекстика, да, у нас пошла автомойка. Мы будем находиться в комнате ожидания. Ну, понятно, да, здесь, что комната ожидания также будет новой для ребенка. И так далее. Для более маленьких детей мы тоже комментируем. Я буду мыть посуду. Для этого мне нужна губка. И малыши так усваивают речь. Именно так. Дополняйте высказывания малыша. Например, он потянулся к какой-то игрушке, и вы называете за него «пирамидка». И все игрушечки так называете. Дальше, в более старшем возрасте он говорит «дя пи», «дай пить». Мы говорим «мама, дай попить». Ненавязчиво в доброжелательной форме мы не просим малыша за нами еще повторять ничего. В принципе, если с речью все в порядке, можно не просить повторять, а просто давать верный речевой образец, и через несколько дней вы услышите, как ребенок им уже пользуется. Но не даем пить, пока правильно не скажет. Это уже такой, знаете, перекос. Если малыши молчат, что касается уже патологии, сейчас очень много неговорящих детей, это большая боль. Это неправильно думать, что малыш сам заговорит к 3 или к 4 годам. Существуют подводные камни и множество опасностей. Поэтому, если у него нет возможности в силу возраста или речевого нарушения, мы не должны так делать, не давать попить, пока он не скажет ни в коем случае. Но речевой образец дали, повторил-повторил, похвалили, не повторил, продолжаем давать речевой образец, и вот так. Можно поиграть, но смотрите на реакцию малыша. Если это ему неприятно, то так делать не стоит. Следующий пункт наш, не повторяйте речевые ошибки за ребенком. Например, он говорит, в холодильнике много яблоков и морковков. Это самое сложное. Да, это падежи. У нас в русском языке их больше, например, чем в английском языке. Я работаю с детьми билинговыми, и они пытаются, когда падеж не могут согласовать, мне на английском отвечать. Хорошо, что я хотя бы понимаю и могу с ними вступить в диалог, но я на русском уже вступаю, потому что сложнее сказать это на русском. Много согласований, три рода, мужской, женский, средний, множественные числа, числительные, очень много всего нужно усвоить. И мы не повторяем это за ребенка, мы говорим правильный речевой образец. В холодильнике много яблок и морковок. Посмотри, как много яблок и морковок. Ах, чего в холодильнике много яблок и морковок? И так мы просто намеренно много-много раз повторяем этот образец, а тот как бы забываем. Не надо его повторять, не надо рассказывать там бабушкам, вот представляешь, так сказал, потому что он будет слышать ребенок, при ребенке не надо. И опять наматывать речевой образец неправильный себе на уз, как говорится.